как в анекдоте говорится смерть продолжается один еще на полу еще до нас не дотягивает колосивый колосивый или тоже уже дотяну а вот смотрите дорогие мое красавец они вот с гнездовой прыгнули видите вот этот какой натянута сидит тут нахохливший сидит и вот если я сейчас его возьму наружу скорее всего у него копка будет грязная скорее всего из-за чего все это происходит из-за корма независимо от того обрабатываем мы корм да там или все равно корм лучше не станет потому что первоначально корма у нас отвратительная из-за того что он там больную родицу или то другое да все вот это имеет значение вот два пескуна вот две пешалки вот это от араиковской голубочки но я их уберу потому что ну вот смотрите состояние да вот оно ну что ж здесь такое ничего толком из него не выйдет что 1 что 2 они практически они практически ровесники практически в один день вылупили с этим вот с этими вместе вот ну мне как бы как партия идет тоже скорее на ликвидацию это надо будет посмотреть хоть натянуты типа слабее от кофейного сына челя отца я показываю а самое интересное то есть мои голубяки молча все вот это делаю не зирая на то что все время я как бы объясняю но если голове это да мозгов нету если мозгов нет это вот мать того песку на чернохвостой шеечки который бьет первый полет этот летать и у него обьет сегодня опять покажу поймите дорогие мои не существует чудо лекарства есть одна чудо лекарства который всем начиная от бактерий от микро от блочек от слонов от человека от голубей передается от природы называется это чудо лекарство иммунитет если иммунитет слабее птица будет болеть и не надо даже со стороны принести болячки почему потому что любой вирус любой микроб любая бактерия все это первоначально есть в каждом из нас понимаете не надо даже со стороны искать многие вот думают это да вот привезли больных голубей и голуби заболели тут получилось как в общем у них в организме это болячки есть в умеренном количестве привезли еще больных со стороны количество стало больше вот это да там скажем этого вируса количество стало больше в вашем голубяне и птица начинает болеть обязательно карантин обязательно обязательно понимаете иначе ничего хорошего не будет да значит ну сегодня мы опять будем проверять тех же самых но опять же смотрите позавчера выпускал 16 штук 11 и 5 двое не долетели один из этих двоих один из этих двоих сейчас найдем покажем он уже на насестах должен сидеть и на полу вот это чубатинки с белым крылом один вот этот чудика шоколадиньки один вот этот это уже такие покрупнее вот этот чубатик это уже крупные голубяные это уже взрослые как вот так 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 где ты засранчик находишься ну а один вот из этих вот этот белокрылый это чапа так ну ты же вроде в голубяне был ты же вроде в голубяне был вчера вечером я тебя видел голубяне был здорово белокрылого не выведет но вот он спрятался вот вот один вот этот я вечером опять тряханул прямо перед темнотой ну вот этот зашел голубяне, а второго нету да значит позавчера когда я поднял двое не зашли то есть выпускал вчера эти двое прилетели ну вечером опять один не зашел ну сейчас опять поймаем короче позавчера выпускал шестнадцать вчера выпускал четырнадцать из этих же шестнадцати сегодня буду выпускать этих же шестнадцать пятнадцать потому что шестнадцать опять куда-то делся посмотрим кошки взяли прилетел не прилетел не знаю пока на паузу поставлю поймаю возьмем и выпущу сегодня уже с другого места так дорогие мои ну поймал вот эти же пятнадцать штук сейчас посмотрим потихонечку вот этих сейчас двух выпустим раз теперь мало того что они должны будут залететь до дома все и бой будут показывать третий лед на хвосте ну тут у меня чудо один вообще вот задикавили вот этот красивый 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 этот вообще бьет с первого лета начал бить да так что очень многие десятичасовые голуби не умеют вот он дальше полетишь полетел красавец видите дикарем мозги чужое место то я их два раза оттуда выпускал операцию да ну чубатинки попер и второй молодец дадите другого который мне нравится где ты вон сеечка сеечка давай ты ты иди 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 вон шалок выпускал посмотрите позавчерашний ролик и посмотрите на тридесят первого мая выпускала и ох ты красавица уже первого не полгода не два года ждем чтобы они начали бить переворачиваться буквально 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 один-два полета они уже сидят начинаю переворачиваться на рано утро а уже пекла время еще 8 часов 8 утра следующий раз я буду проверять жару уже когда будет выше 30 градусов ту жару я их буду проверять уже буду проверять насколько у них дыхалка четкая дыхалка четко хотя сейчас вот ну это как бы на 7 часовое показывает 23 через час будет и 30 и 35 но если 35 не будет то часам 10 30 однозначно будет до красавцы чё вы здесь на высоте что-то покажешь не хвоста ничего молочный супер чай пошел сел ой дурачина не полетел не полетел дорогие размера смотрите пищалок у многих еще и перья не до конца заросли увидите ты будешь до хачка хочу джон это вот а чернохоз лепер и шейки дочки вот один не мама шикарный стал бы тянет а папа еще короче ну конечно на хвосте ну конечно на хвосте ну а як же ну это я как бы приближай дорогие мои делать 1 2 молодцы молодцы красивый красивый сеть мара-мара сеть к такой же красивая в лету или только на внешность это от мара-мара шейки песканчик папа у него тоже мара-мара шейка дорогие мои задача этих пищалок долететь и туда тех крестовинов не летать а долететь до крестовинов не пропадать задачи их мы они задачи не то что выполнили а 150 раз перевыполнили некоторые еще умудрились приподняться понимаете это все пи шалки но вы слышите как они везят смотрите киндер сюрприз шпингалетики луком дикарем идет упал дикарем идет откуда ты более понимаешь что надо дикарить все же вместе откуда дорогие мои гена гена я много раз повторяю берите кто-то еще не понимает что такое гена берите котенка который родился в доме на улице никогда не был никого ничего не видел он не знает что такое собака не знает что такое другие кошки там топят и подносите этого новорожденного котенка к собаке вы охренеете он обязательно стойку примете наши пищикать то есть это гена это в них заложено и вот многие которые говорят да что ж пескун вышел уже ни разу хищника не взял это да не видел хищник пришел его поймал чем же он виноват в общем дорогим херня то что вы думаете как же котенок кузнял что кошка что это что собак его врать потому что все это генетически передается хотите вы этого или не хотите как ну это от чернохвостые черно перышейки один такой красношея буреньким хвостом вышел а это такой шоколадники это вот тот пищалка который пешком пешком два дня там у нас от песка пешком до дома дошел дошел и кое-как до ворота поднялся эти из-за этой же серии вот просто предыдущий ролик смотрите предыдущий ролик и увидите вот одна гнездка вот этого белокрылого одного лета это тоже который до крыши даже не мог дотянуть не то что до крыши до машине мог дотянуть потом я с руки во дворе выпустил начал за один день начали вот смотрите еще раз размер вот 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 смотрите многие спрашивают какого возраста можно ли то это да гонять пешалок от рождения родился можете уже яйца вот вот дотянул дотянул ну да короче ладно бог с тобой если даже и пропадет хрен с ним дорогие мои там умудрились уже высоту набирать сейчас пойду еще разочек талихану из них вот это только один только мне полетела остальные все дома то есть но можно сказать брачок но еще раз каких он размеров дорогие мои просто смотрите просто смотрите как по сторонам смотрит боится боится по еще малышок но прилетит он никуда не денется он уже день ночевал на улице в таком возрасте так что нормально все позавчера ночевал вчера прилетел но вот это чудо бой то попер вот пойду тех тоже подниму еще раз так дорогие мои ну приятность полезно вот еще и лебеду нарвал видите вот под листиком должны быть такую да как серебрянка серебристые вот она не беда у дороги у оврага везде растет вот его надо нарвать и дать голубям еще раз смотрите вот это лебеда значит этот пулик начал падать чернохвостый чернохвостый так где сейчас потянем максимально вот он один аж куда удра молочи на молочи на и эти тоже это от генераловского отца познавать его дорогие мои ну двое прямо в идеале чудят вот один падает вот вот так а где второй тоже два белых футболе потерял потерял солнце уже не дает на снимать через подходишь солнце мешает не то сейчас найду вот это у меня сколько 24 24 и там 5 сидят девять штук выпускал 15 один сел 14 полетели значит 5 штук летают вот он один блин и солнце прямо мне в глаза ну что за херня вот это чернохвостик шахматным хвостиком так я вот так у дерева стал чтобы солнце мне глаза не светило нормальненько но это лебеда сейчас я повешу покажу вам так это вот то что они уже поклевали видите как веточки вот так складывает подсыхает вот такое кидаем для гнезда а вот это привязываем вот так привязываем и голуби едят ну где там проволока висит здесь висит вот так завязываем они едят но мы сейчас еще раз этих дюрнем давайте клоуна все устал уже толстожопой выдаст улице 4 белокрыло сел 3 4 села так еще раз дорогие мои задача этих пищалок не летать а пропадать это не пропадать долететь до дома но вы не поверите вон черный так вон белый уже мелкается блядь блин да что ж ты такой быстрый вот она высота его все можно сказать как готовые уже ну и эти вот они вот эти ну относительно внизу мотаются вон 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 где остальные вон 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 черный снизу белый с верху чернохвостый раскрылся мне просто удивительно было как это это челя внук получается такой ну толстожопый был два дня стрессе и дохода жопка похудела начал летать молодец это генерала брать по другой материи на хвост падает 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 и пошел дикарем молодец а он решали сюда упал ну как бы вот так три шесть семь восьмой там сидит и 7 штук летает 1 2 1 2 ну белый черный наверху были а а вот еще один белый одним словом ляпота миромер голубя в небо вечеру эти уже будут как взрослые да вон черный а белый еще лучше черный это черного чубатова белый вон он и обратите внимание летают одни никто ни с кем не летает сколько бы я не показывал у меня они летают нету вот этой кучки у меня стайки нету почему потому что я не люблю стайка я люблю одиночных голубей и результат на лица ну как вот миромер голубям небо сбоку идет чернохоз это он ушел уже на побежку третий лед он уже ушел город все все скоро исчезнет я не знаю камера сейчас но по идее должен все еще уже хрен его знает куда изучать территорию чтобы не пропадать дальнейшем чтобы не пропадать и все это это заложено в генах дорогие мои все это помните вот этого писал по два дня тому назад я выпускал хуй и как до этой крыши дотянули а палочку кидал ветку кидал чтобы он соскачал соскачал до проводов ровно два дня вот она ровно два дня прошла пустит кофейный мотается и кофейный это тот кофейный который вот на ворота упал я когда оттуда выпускал и вот пешком прыгс 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 сейчас летит все это время это ровно два дня сегодня третий день ну как вы думаете это супер как вы думаете это максимально потянут все духота уже конкретно жара конкретно молодец и течка но все дорогие мои думают достаточно бела крыла один песком сидит пары наверно там ох молодец молодец не пропал да еще и полетел удачи все